МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Среди самолетов, которые поступали в Советский Союз по Ленд-Лизу, самыми массовыми были истребители. Однако немалую роль в достижении Великой Победы сыграли и те зарубежные машины, которые несли службу в бомбардировочных авиаполках ВВС Красной Армии. Рассказ о них в фильме «Оружие». В самом начале Великой Отечественной войны президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль заявили о готовности оказать немедленную помощь Советскому Союзу боевой техникой и военными материалами. Среди предложенных союзниками типов самолетов оказались истребители и бомбардировщики, военно-транспортные и разведывательные машины. Уже осенью 1941 года в СССР прибыли первые истребители из Англии и США. А в начале 1942-го в бомбардировочные части военно-воздушных сил Красной Армии начали поступать американские самолеты А-20. Дуглас А-20А «Хэвок». Средний бомбардировщик. Длина 14,5 метра. Размах крыльев 18,7 метра. Максимальная взлетная масса 10 660 килограммов. Силовая установка 2 поршневых двигателя мощностью по 1600 лошадиных сил. Максимальная скорость 544 километра в час. Практический потолок 8400 метров. Практическая дальность 1690 километров. Вооружение. 7 пулеметов калибра 7,62 миллиметра. Боевая нагрузка 1800 килограммов. Экипаж 4 человека. Фирма «Дуглас» начала проектирование многоцелевого ударного самолета в 1936 году. При его создании предполагалось, что он заменит устаревающие одномоторные бомбардировщики, но при этом сможет использоваться и в качестве штурмовика. Группу инженеров, которые занимались разработкой, возглавил Джон Нортроп. Нортроп Джон Кнутсон. Выдающийся авиаконструктор и промышленник. Годы жизни 1895-1981. Родился в бедной семье в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси. Получив диплом инженера, работал в компаниях Локхитт и Дуглас. В 1939 году основал собственную фирму Нортроп Эйркрафт. Автор нескольких десятков моделей самолетов, в том числе хорошо известных в Советском Союзе DC-3 и А-20. Его последняя конструкторская работа – тяжелый стратегический бомбардировщик Б-2 «Спирит». Машина, которая в дальнейшем получила индекс А-20, успешно выдержала испытания и была принята на вооружение воздушного корпуса армии США в 1941 году. В частях военно-воздушных сил Красной Армии А-20 называли «Бостом». Так именовалась экспортная модель этой машины. В начале А-20 выполнял такие же задачи, как и Пе-2, основной бомбардировщик советской фронтовой авиации. Фронтовая авиация предназначалась для нанесения ударов по тактической глубине противника, уничтожения опорных пунктов, уничтожения водных переправ, уничтожения различных узлов связи, скопления войск, складов и так далее. В отличие от Пе-2, который также применялся для этих задач, самолёт А-20 имел большую взлётную массу, но при этом у него была большая скорость. «Бостон» имел отличные пилотажные качества. Он был прост и лёгок в управлении, послушен и устойчив на виражах. Это имело особое значение для лётчиков, получивших ускоренную подготовку в годы войны. Лётчики отмечали, по сравнению с самолётом Пе-2, то, что он обладал лучшими лётными характеристиками, которые в каких-то моментах, в боевых условиях, упрощали работу экипажа. Самолёт имел нейтральную центровку, а 20-й мог летать на одном моторе. А самолёт Пе-2 при отказе одного мотора, полёт горизонтальный был исключён, и посадки, как правило, заканчивались аварии. Американцы по сравнению с советскими конструкторами уделяли больше внимания комфорту экипажа. Отапливаемая кабина А-20 была просторна и удобна. Лётчик и штурман имели хороший обзор. Оборудование, которое устанавливалось на самолёте, по тем временам было достаточно современным. И эти самолёты, как правило, применялись в ночных рейдах. Они работали по аэродромам противника, особенно в белорусской операции наносили удары, по аэродромам Болбасова, Соколка, в районе Борисова. В то время, когда Пе-2 работали днём, на ночь оставались задачи для самолётов А-20. Немаловажными для суровых условий Советско-германского фронта являлись и эксплуатационные возможности Бостона. Двигатели отличались надёжностью, были удобны в обслуживании. А их ресурс в 2-3 раза превышал аналогичный показатель всех отечественных авиамоторов. А-20 использовались не только в качестве ближних бомбардировщиков. Они применялись как торпедоносцы в частях морской авиации и как тяжёлые истребители. Первая в СССР дивизия ночных перехватчиков, оснащённых радиолокаторами, летала именно на Бостонах. А-20 остался в памяти советских лётчиков как один из лучших самолётов, которые поставлялись союзниками в годы войны. Всего фирма «Дуглас» построила 7385 самолётов А-20 различных модификаций. Более 3000 из них отправили в СССР. Они служили в советских строевых частях до 1950 года. В частях советской дальней авиации нёс службу ещё один американский самолёт – бомбардировщик Б-25. Эта машина начала поступать в СССР в рамках программы «Ленд-Лиз» зимой 1941 года. Самолёт строился фирмой «Норд Американ» в рамках конкурса объявленного армией США. На предварительном этапе отбора Б-25 показал настолько хорошие лётные данные, что военные сразу же заказали большую партию машин в качестве средних бомбардировщиков. «Норд Американ» Б-25 «Митчелл». Средний бомбардировщик. Длина – 16 метров. Размах крыльев – 20,6 метра. Максимальная взлётная масса – 19 тысяч килограммов. Силовая установка – два поршневых двигателя мощностью по 1850 лошадиных сил. Максимальная скорость – 442 километра в час. Практический потолок – 7600 метров. Практическая дальность – 2170 километров. Вооружение – 12 пулемётов калибра 12,7 миллиметра. Боевая нагрузка – до 3000 килограммов. Экипаж – 6 человек. Самолёт был скомпонован по схеме свободно несущего двухмоторного моноплана с разнесённым хвостовым оперением. Разработчиками использовались самые последние веяния авиационной моды. Цельнометаллическая конструкция с работающей обшивкой, трёхопорное шасси с носовой стойкой, мощные моторы с винтами-автоматами, антиобледенительная система. В Соединённых Штатах славу бомбардировщику принёс дерзкий рейд группы Б-25 под командованием полковника Джеймса Дулитла. 18 апреля 1942 года в день рождения японского императора 16 машин стартовали с палубы авианосца «Хорнет». Преодолев тысячи километров над Тихим океаном, самолёты отбомбились по целям в Токио и других городах Японии. После этого они приземлились на территории Китая и СССР. В Советский Союз бомбардировщики Б-25 «Митчелл» приходили в основном через маршрут, названный президентом США Франклином Рузвельтом, Алсиб, Аляска, Сибирь. В составе ВВС Красной Армии Б-25 начал воевать летом 1942 года. Поначалу его использовали в частях фронтовой авиации для ударов по тактическим целям. Но вскоре бомбардировщику нашлось более достойное применение. Имея большой радиус действия, отличное навигационное радиооборудование, мощное вооружение и значительную бомбовую нагрузку, Б-25 идеально подходил для рейдов в глубокий тыл противника. Поэтому со второй половины 1942 года «Митчеллами» вооружались полки авиации дальнего действия. Самолет Б-25 изначально планировался как средний бомбардировщик. Но при поступлении на вооружение в нашу страну он использовался в качестве тяжелого бомбардировщика, дополнял самолет П-8. Не секрет, что основой дальней авиации в первом и втором периоде войны были самолеты Ли-2. Их самолеты Ил-4 имели такие же характеристики, как ни странно, как у самолета Ли-2, и также такая же была бомбовая практическая нагрузка. Но с появлением самолета Б-25 командование могло применять их в глубоких тылах противника, и тем самым заменяя самолет П-8 и Ил-4. И к концу войны Б-25 стал одним из основных самолетов дальней авиации. Советские экипажи в первую очередь отмечали высокие пилотажные качества Б-25. Он был устойчивым и хорошо управляемым в полете, доступным летчику средней квалификации. Трехколесное шасси давало отличный обзор и маневренность на земле. Взлет, посадка и полет на этом самолете были гораздо проще, чем на советском дальнем бомбардировщике Ил-4. На самом современном уровне находилось радиооборудование Б-25, включавшее автоматический радиокомпас. Машина была хорошо защищена стрелковым вооружением. Практически с любого направления врага встречали очереди крупнокалиберных пулеметов. В целом, Б-25 являлся надежным и удобным в эксплуатации самолетом, который оставил о себе хорошую память. Всего военно-воздушные силы Красной Армии получили 861 экземпляр Б-25. Эти машины успешно воевали до самого окончания боевых действий в Европе и Азии. В майские дни 1945 года потребовалось срочно организовать доставку горючего и боеприпасов для советских бронетанковых частей, которые вели наступление на Прагу. Б-25 выполнили эту задачу, доставив нужный груз и произведя посадку прямо на шоссе, по которому двигались танки. За годы Великой Отечественной войны СССР получил по Ленд-Лизу 18 700 самолетов различных типов. Эти поставки помогли Советскому Союзу выстоять в самое тяжелое время, накопить силы, перейти в наступление и одержать Великую Победу. Великую Победу.